Российский офис марки Hyundai представил кроссовер Tucson Way. Это спецверсия, которая будет выпущена ограниченным тиражом. По оснащению новинка представляет собой нечто среднее между комплектациями Family и Lifestyle. От Lifestyle спецверсия получила светодиодные пары, парктроники спереди и сзади, электропривод складывания зеркал, регулировку пассажирского сидения по высоте, а также авторежим передних стеклоподъемников. Но главное отличие в медиасистеме Яндекс.Авто. У нее 8-дюймовый тачскрин, фирменная навигация, голосовой помощник и поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Исполнение Way стоит на 50 тысяч дороже, чем версия Family, но на 45 тысяч дешевле, чем Lifestyle. Заказать его можно только для машин с бензиновым мотором и автоматической коробкой. Полтора года назад Volkswagen вывел на рынок Китая кроссовер Tyron. Это ближайший родственник Тигуана. Поэтому паркетники имеют общую агрегатную базу, хотя Tyron достался оригинальный кузов. В базовой версии машина оснащается 150-сильным мотором, но вдобавок клиентам предлагают два варианта двухлитровой турбочетверки. Единственная коробка передач – синиступенчатый преселектив, привод передний или полный. Теперь Tyron первым из братьев обзавелся купеобразной версией. Для разогрева на публику сначала вывели оспортивленный вариант Airline. Объявлено, что для кросс-купе доступны только двигатели объемом 2 литра. Другие подробности, а также снимки интерьера будут раскрыты позже. Китайская компания FAO расширит российский ассортимент моделей компактным кроссовером Bestium T77. Это одноклассник Volkswagenского Тигуана. При длине 4,5 метра китайский паркетник лишь на 4 сантиметра длиннее немца. Из-за богатого оснащения именно этот автомобиль носит статус самой дорогой модели под маркой FAO. Внешне 77-й радикально отличается от остальных автомобилей бренда. У него агрессивные рубленые формы, а фирменным цветом заявлен огненно-оранжевый. Силовой агрегат – бензиновый турбомотор, с которым могут быть состыкованы 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселектив. У китайской версии над передней панелью парит голографический помощник, понимающий голосовые команды. Но будет ли голограмма на российских автомобилях – неизвестно. Старт продаж новинки намечен на конец года.